Продолжение следует... Гонка по трупам избирателей. Сладкие обещания шоколадного короля. Честно, справедливо. Угроза третьего круга революции от неистовой блондинки. Украина. Рубят в лапшу. Кто встанет у руля государства? Зомби. Глюки, истерика и пытки похищенных журналистов. Это спланированная атака. Хроника психологической войны. Как олигархи и вредители рвут Украину? Не знаю два действия математики. Делить и отнимать. Зачем первый богатей Ахметов растопыривает пальцы, призывая своих рабочих бастовать? И чем кончит банкир-каратель Коломойский с батальонами смерти? Он точно так же может закончить, как и Березовский. Порошенко, Пинчук, Фирташ, Тарута платили за курс, в конце которого не отсидеться. Ведь на Украине война. Благодаря талантливой работе наших репортеров, операторов, продюсеров, инженеров, водителей, возможно и наша программа. Поверьте, вы смотрите Вести и Вести недели. Как правило, в куда более комфортных условиях, чем те, в которых работают съемочные группы. Именно поэтому мы понимаем, сколь важна журналистская солидарность. Те, кто смотрит Вести, очевидно заметили в последние дни вот такой значок у наших ведущих. Да, это акция в защиту коллег. Спасите наших парней. В эти недели на стороне всех, кто с самого начала верил в нашу правоту в этой дикой истории. На Украине же сегодня президентские выборы. Временный глава государства Александр Турчинов уходит. Он оказался на гребне в результате кровавого переворота. Турчинов не просидел в кресле президента Украины и 100 дней. Но и этих дней хватило, чтобы страну развалить. Убить сотни людей, если не тысячи, счета нет. Долгов нахапать, гривну уронить. В обществе посеять рознь и страх. Оружие на руках теперь море. Ни одно преступление не расследовано. Государство в руинах. Страну сдали. С России расплевались. Поскольку общенационального лидера в стране нет, кто бы не встал у руля, перспектива кислая. С таким результатом Украина подошла к сегодняшним выборам президента. Формально гонка завершена. О том, как, репортаж нашего Сапкора в Киеве Александра Барецкого. Первые избиратели стали подтягиваться на участки для голосования задолго до их открытия. И судя по этой первой волне, кажется, что явка, по крайней мере, в Киеве будет точно высокой. Впрочем, для нынешней избирательной кампании это не важно. Выборы признаются стоявшимися в любом случае. На избирательных участках особые меры безопасности. В Киеве боятся срыва голосования. Одну. Украина пережила не один Майдан, но еще никогда президентские выборы не проходили в таких условиях, где, чтобы узаконить переворот, новые власти с самого начала нацелились провернуть все по-быстрому. Эти выборы иногда без выбора. Эти выборы, выборы неравных возможностей. И можно много перечислять негативных моментов, которые ранее не были присущи избирательным кампаниям президентским в нашей стране. Регионал Добкин, организовавший в итоге свой штаб не в Киеве, а в Харькове, имел в виду, конечно, и то беспрецедентное давление, что испытали на себе немайданные кандидаты. На них боевики устраивали откровенную охоту. Некоторые были вынуждены сняться с выборов, как Олег Царев или Петр Симоненко. Об отказе участвовать в выборах лидер украинских коммунистов формально заявил уже после отведенного законом срока. Поэтому в бюллетене его имя сегодня все равно есть. 21 фамилия, список большой, но почти все кандидаты технические, что не мешает им спорить, кто же на самом деле убивает на Востоке и почему власти называют всех террористами. Кто стреляет людей сейчас? Стреляют людей в группе наемников, которые проникли на территорию Украины в последнее время. Я боюсь, что если мы будем думать, что мы все время хотим справиться с кучкой террористов, мы никогда ни с чем не справимся. Мы имеем дело совсем с серьезнейшей более историей. Не только кучка террористов. Я тоже был в Донецке, я был в Харькове и видел людей, которые выходят на улицы и поддерживают, потому что по своей идеологии. Кандидат, судя по декларации, вообще без дома, но зато с целой боеспособной армией штурмовиков-националистов, лидер правого сектора Ярош. Можно еще одну? Его появление на публике с обязательной раздачей визиток, что еще со времен Майдана так любили, оставлять боевики на месте очередного погрома, как фирменный знак, всегда вызывало ажиотаж. Вместо предвыборной кампании – силовая операция, где национал-радикалы в авангарде карательных батальонов. И пусть рейтинг меньше процента, планы у главаря правого сектора долгосрочные. Для нас выборы – это в первую очередь утвердиться в украинской политике и заявить про свои идеологемы и лозунги. А после выборов мы посмотрим. Не исключено, что правый сектор пойдет в структуры власти. Конечно, имеется в виду силовой блок. Явный фаворит президентской гонки – шоколадный король Порошенко. Потратив на агитацию 7,5 миллионов долларов, он уже ведет себя, словно хозяин резиденции на Банковой. Но сколько ни бросало миллиардеру вызов его главная соперница Тимошенко встретиться в прямом эфире, олигарх все время отвечал отказом, ссылался на толпный график, встреч с иностранными чиновниками, а сам шел на другой телеканал. Послушайте, страна находится в условиях войны. Все, кто сегодня говорит, все абсолютно четко акцентируют – стране нужно единство. Если мы сейчас начнем ссориться между собой, это пойдет на пользу нашим врагам. Боиться, решила Тимошенко и пригрозила в случае проигрыша новой революции. Что вы имели в виду, когда говорили про третью волну революции? Я говорила, что люди восстанут, если у власти останется та самая кланово-олигархичная система, которая и рвется сейчас к власти. Это в автомобиле насадиться на заднее сидение в стране мечтает быть у руля. Выбирая основной тактикой нападение и обвиняя олигарха, в первую очередь Порошенко, в узурпации власти и личной выгоде. В штабе миллиардеров долгу не остались. Говорят, это они и организовали утечку компромата из ФБР с подробностями истории накопления Тимошенко финансового капитала. Ее компания Единой энергосистемы получала преференции ровно в то время, когда в кресло премьера сел Павел Лазаренко. Сейчас он в американской тюрьме. Я думаю, что это было дело рук Лазаренко. Он говорил, если ты мне заплатишь, я обеспечу тебе успех, и мы оба станем богатыми. Сменив фирменную косу на прическу модниц 60-х, Леди Ю еще не факт, что проходит во второй тур. Бывший приющенко министром обороны Гриценко, а еще раньше экс-регионал и бизнесмен Тегибко, судя по последним опросам, с Тимошенко сравнялись. Разница меньше процента в пределах погрешности. По расчетам нового киевского режима, легитимность переворота после выборов должны признать международные наблюдатели. Делегацию американца возглавляет Мадлен Олбрайт, бывшая госсекретарь, а ныне руководитель того самого национального демократического института, что открыто участвовал в организации цветных революций и госпереворотов. Говорят, Олбрайт лично прописывала сценарий распада Югославии, а потом и ее бомбардировок. Холодно поприветствовала Турчинова, с Тимошенко она вела себя уже совсем по-другому. Железные леди украинской и американской политики даже обнялись. Первые данные взитполов озвучат сразу после закрытия участков. В 21 по Москве уже можно. Будет говорить о тенденции, ведь эти цифры редко отличаются от окончательных результатов голосования. Понятно, кто наберет больше всего голосов. Интрига в другом. Хватит ли этих голосов, чтобы назвать имя президента уже в первом туре? Ясно, впрочем, что лидером всей Украины, единой он все равно не будет. Александр Балицкий, Владимир Канищев, Вести недели из Киева. В Славянске сегодня президента Украины не избирают. В окрестностях города всю неделю идет артиллерийская канонада. Причем стреляет украинская армия плохо. Не научились. Ведь точный артиллерийский выстрел это всегда математика, а тут, видимо, обходятся без нее. Заряжают и палят в направлении центра города. То в дом попадут, то в больницу, то кого-то из мирных жителей убьют, а то и журналистов. Вчера вот итальянца убили, и его русского переводчика. Горожанам все грозят штурмом, а то и забрасывают листовками с требованием уйти. Из блокадного Славянска наш военный корреспондент Евгений Поддубный. В день выборов в Славянске закрыты избирательные участки. Город как часть Донецкой Народной Республики. Здесь президента Украины не выбирают. Мы не будем идти на выборы, потому что мы принимали участие в Донецкой Народной Республике в выборах. Естественно, проголосовали за. У нас такое впечатление, что нас не любят. Что у власти стоят люди, которые не любят свой народ. Поэтому мы не хотим за него голосовать. Каждый вечер, как по расписанию, силовики открывают огонь из минометов и гаубиц по позициям ополчения. Но часто промахиваются, бьют по гражданским. В результате обстрела под Славянском погибли наши коллеги. Итальянский журналист и его переводчик, гражданин России, были убиты у села Андреевка. Об этом сообщили в штабе народного ополчения. Фотограф из Франции находился рядом с погибшими. Получил осколочное ранение ноги. Вильяма Рагульона доставили в местную больницу. Врачи оказали ему помощь. Остановили кровь. Извлекли осколок. Наша группа находилась в полутора километрах к югу от Славянска, в районе железной дороги. Когда вдруг начался обстрел. Я не понял, стреляли в нас или куда-то рядом. Я сразу бросился на землю. Вместе с нами было двое русских, один из них водитель и итальянец. Когда я поднял голову, я увидел, что водитель уехал. И двое оставшихся из моей группы, русский и итальянец, лежат без движения. За неделю в результате действий украинских силовиков десятки домов разрушены. Наша съемочная группа провела ночь в Семеновке. Это село, пожалуй, самое опасное. Сейчас место в пригороде Славянска. Ночью украинские силовики, которые подчиняются новым киевским властям, ведут беспокоящий огонь. Из артиллерии и минометов по позициям бойцов народного ополчения. Мы сейчас находимся в населенном пункте Семеновка. Во время обстрелов бойцы народной самообороны спускаются в окопы и блиндажи, для того, чтобы минимизировать потери. Украинские силовики используют БТР. Снаряды пролетают метрах в пяти над головой. Сначала одиночными, позже короткими очередями. Но стреляют не точно, по выражению ополченцев бестолково. Срезают дерево, потом и вовсе попадают в здание. К счастью, не жилое. Начинается пожар. Смотрите, как малые дети подпалили, костер устроили и все. И нету никого. Обстрел продолжается. Бьют уже с двух сторон. Военные пытаются, что называется, накрыть два ключевых блокпоста ополчения. Но везде успели окопаться. В блиндаже и бойцы самообороны, и гражданские. Женщины. Они помогают на кухне. Опять стреляют. Утром тихо, но тревожно. На рассвете активизируются снайперы. Да ладно, хора, стой. Не высовывайтесь. Дом этой пенсионерки разрушен. Осколочно-фугасный снаряд взорвался в метре от строения. Тоди шарахнуло, а я тоди туда. Зинейде Николаевне 80. Помнит еще фашистскую оккупацию. Выжила она чудом. И тогда, и сейчас. Вот немцы не трогали. Стреляли. А и так, где вы сами выжили. И голодовку пережили, и хлопцы. И все. А теперь опять. Вот осколки снаряда, который разрушил дом. Таких орудий и боеприпасов у ополчения просто нет. На посту теперь уже известный многим боец с позывным Моторола. А именно он руководил обороной ночью. Говорит ополченцы и не прикрываются мирным населением. Не ведут огонь из густонаселенных кварталов. Не стреляют по жилым домам. И тут все просто объясняется. Почти все в самообороне местные жители. Но не будут же они подставлять своих соседей и родственников. Они, по идее, должны атаковать нас. Но они атакуют не нас, а именно жилой сектор. Мы не находимся в жилом секторе. Вот сейчас мы где разговариваем, здесь реально не живут люди. Здесь живут ополчения. Мы вот прям буквально 50 метров от блокпоста. А это митинг после ночного обстрела. Жители села собрались стихийно. Эмоций тоже никто не сдерживает. Мы обращаемся к Турчинову. Турчинов, будьте в конце концов человеком. Ты посмотри, что делается. Я ценю, что вы делаете. Успокойте вы просто своих фашистов. Заберите отсюда. И здесь тоже про выборы. Голосования не будет. А зачем голосовать из фашистов? Понимаете? Вы как в свою государю? Несмотря на то, что голосование здесь не проходит. За его ходом в Славянске активно следят. Тут сейчас главный вопрос. Какой приказ новый верховный главнокомандующий отдаст военнослужащим, который находит... Продолжение следует...